Продолжение следует... Александр, то, что вы совершили вне политики. Спасибо вам за профессионализм. Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте. Всегда вам рады. Шквал критики на Копова обрушился после того, как его страницу нашли в фейсбуке украинские радикалы. Оказалось, что на аватарке у пилота размещен калаш, где его фото чередуются с изображениями главы российского МИДа Сергея Лаврова. Внешне они очень похожи. Такая симпатия к российскому политику вызвала волну возмущения у украинцев. А потом и вовсе выяснилось, что Окопов родом из Донецка, несколько лет назад работал в разорившейся компании Донбасс Аэро. А в друзьях у него одни ополченцы ДНР. После таких открытий Окопов сразу из спасителя превратился во врага народа. На критику пилот отвечает спокойно, мол, да, Россия симпатизирует, но живу-то я на Украине и страну свою люблю, какой же я сепаратист. Но украинских радикалов уже не успокоить. А в Стамбуле тем временем до сих пор восхищены героическим поступком, который Окопов совершил 27 июля. Его имя не сходит со страниц местной прессы. Самолет, который он пилотировал, летел в город Эрджан на северном Кипре. На борту находились 120 пассажиров. В небе судно попало в ураган. Град размером с куриное яйцо просто изрикошетил носовую часть, лобовые стекла и кабину пилотам. Пришлось совершать экстренную посадку в Стамбуле. На борту началась паника. Приземляться летчикам пришлось вслепую. И они это сделали. Благодаря мужеству Окоповой команды никто не пострадал. Окопов аплодировал весь стамбульский аэропорт. Тататюрка, пилоты других самолетов мигали фарами в знак поддержки и восхищения. А после приходили на борт пожать руку украинцу. А на родине подвига Окопова пытаются перечеркнуть симпатиями к ДНР. Многие предполагают, что травли на этом не закончатся. Вполне возможно, что и орден, который Окопову все же вручил президенту Украины Порошенко, заберут обратно. По крайней мере, украинские радикалы на этом очень настаивают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!